Как не допустить асоциального поведения детей? Этот и многие другие вопросы обсудили на психолого-педагогической конференции в Люберцах. В 27-й школе собрались как местные преподаватели, так и учителя со всей юго-восточной части Подмосковья. Но если мы поймаем то, что называется за руку, предупредим гораздо на более ранних сроках, мы достигнем большего эффекта. Необходима не только ранняя профилактика, но общая профилактика для всех обучающихся. Проще предупредить, чем исправить последствия. Эта простая истина сейчас обсуждается на всех уровнях образовательной системы. Причинами девиантного и асоциального поведения школьников могут стать разные факторы. От ситуации в семье и до особенностей возрастных изменений подростка. Задача педагогов сегодня не только выявить склонных к такому поведению детей, но и как можно больше занять молодое поколение. В частности, в Люберцах в этом направлении ведется активная работа. Мы наблюдаем на сегодняшний день уменьшение правонарушений, которые совершаются несовершеннолетними. Есть у нас очень хорошая динамика в том, что дети на самом деле больше внимания уделяют обучению, участию во всевозможных соревнованиях, фестивалях. И мы пытаемся создать все условия для того, чтобы вытянуть ребёнка с улицы. Что касается интернета, то в случае с детьми, говорят педагоги, это двусторонняя медаль. С одной стороны, он помогает в обучении, с другой, может сподвигнуть ребёнка к противоправным действиям. На это родителям стоит обратить внимание. Тем не менее, мы наблюдаем такие явления среди подростков, как зацеперство, например, либо желание сделать селфи на высотном здании, другие асоциальные факторы, которые влекут за собой не только повреждения здоровья, не дай бог, ребёнку, но ещё и лишают его жизни. Участники конференции, руководители общеобразовательных заведений, социальные педагоги, а также педагоги-психологи. Все те, кто так или иначе координирует деятельность учреждений по воспитанию детей. Конференция очень нужная. Нам, как и педагогам, и психологам, которые сейчас собрались на этой конференции, предоставлена очень важная информация. Мы можем позволить себе сейчас, опираясь на новые знания, благополучно использовать их в своей дальнейшей работе. Всего в конференции приняли участие около 200 педагогов из 10 территорий Юго-Востока Московской области. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.